Привет! Я решила выйти на прогулку, заставила себя, наконец-то собралась силами. Решила погулять по своему любимому маршруту. Погода у нас сегодня снова пасмурна была с утра. 12 градусов, сейчас вроде бы 18, но перепады очень сильные по сравнению с Киевом. В Киеве эти дни солнечно, с утра тоже бывает и по 16 градусов, но днем до 27-30 градусов есть. То есть еще настоящее лето. А у нас здесь уже практически осень. Вот сегодня как раз в курточке и нормально себя чувствуешь. Сегодня хоть солнышко есть, уже радует. Конечно же, каких-то 600 километров разница между Киевом отделяет Киев от Люблина. Но в Киеве намного больше солнечных дней, а в Люблине очень часто пасмурно. Моросит, дождик, но такая специфика в климате в этом городе. Мы немножко уже пришли в себя, потому что ехали в этот раз. Ну, в принципе, это не самая длинная наша поездка, но не самый такой быстрый результат. На границе мы простояли 6 часов, при том, что украинскую часть мы прошли за 40 минут, а все остальное время мы простояли на польской стороне. Но я не хочу комментировать это все. Просто вот кто ездит, чтобы сориентировать, какая сейчас ситуация на КПП. Хотя в то же время раз на раз не приходится. Иногда можно пройти вообще за час обе стороны. А вот чаще всего, конечно же, нужно постоять. По погоде я смотрю, что в Люблине тоже в эти дни была жара, потому что сгорела полностью моя гвоздичка дома. Никто ее, естественно, не поливал. Я ее хоть и в водичке оставила, но ей этого было недостаточно. Ну и по траве я смотрю, что, конечно же, тоже очень много желтой травы появилось в Люблине. То есть выгорало, было жарко. Ну и когда мы приехали в пятницу, то в машине показалось, что по Люблину, когда мы ехали, это было 34 аж градуса. То есть мы с собой, наверное, где-то набрали холода и привезли холодную погоду. Хотя очень хочется еще, чтобы было лето, чтобы было жарко, чтобы можно было еще носить легкую одежду, не одевать эти курточки, потому что еще осень, зима, все впереди. И будем еще это все носить очень долго. Я решила идти в обратную сторону, потому что как-то нет сил и настроения особо гулять далеко. Я, может быть, сейчас где-то на лавочке посижу, отдохну. В этот раз как-то очень сложно было мне вначале. Ну, я, в принципе, такой человек, что очень привязываюсь к месту. Ну, не говоря уже о людях, конечно же. Мне сложно было уезжать сначала с Люблиной. И я предчувствовала, что как-то в этот раз будет и сложнее уезжать из Киева. В Киеве очень все изменилось. Ну, вот я уже говорила, что мы не были 8 месяцев целых, даже чуть больше в Киеве. И очень много мы заметили позитивных изменений. Много дорог было сделано. Хотя у нас есть вот такая особенность, что даже в тех местах, где отремонтировали дорогу, почему-то забывают сделать разметку. То есть вот это очень такой нюанс не совсем мне понятный, потому что ночью, когда едешь, очень сложно сконцентрироваться, сориентироваться. Тем более, если дорога еще не освещается, встречка слепит. И без разметки по твоей полосе неприятно ехать. Но в то же время и в магазинах мы заметили изменения тоже есть. Ассортимент получше стал. Цены, конечно же, выросли очень сильно. Просто до невероятности. Поэтому по ценам, конечно же, это минус большой. Но в то же время, я же говорю, что ассортимент стал получше. Продукты стали как-то и покачественней. Хотя все, кому мы это говорили, все как-то удивлялись. Не замечают. Те, кто постоянно живет в городе, конечно же, им сложнее заметить эти изменения. А нам это все очень бросается в глаза. По косметике. Ой, я там купила с собой кое-что. То, чего я здесь не могу купить. Из косметики. Уходовой. И декоративной. Поэтому я, наверное, сниму отдельное видео по своим рекомендациям. Но по ценам на косметику могу сразу же сказать, что те бренды, ну вот стандартные. Такие мид-маркет. Из серии Maybelline. Max Factor. L'Oreal. Цены в Киеве в два раза. Фактически в два раза. Сейчас я, наверное, присяду здесь на скамеечку. Цены в два раза ниже. Но разнообразие, конечно же, ассортимент поменьше. Именно по декоративной косметике. Ну и, конечно же, польской косметике. У нас очень мало. Evelyn начала появляться. А так, в принципе, и все. Вот такое у нас солнышко. Что-то я заболталась. Посижу немножко, отдохну. Мне нужно будет еще зайти в Русман. И за продуктами нужно будет сходить купить что-то еще. То как-то мы все подъели. Перед тем, какой ужали, все позаканчивалось. Поэтому теперь нужно много чего докупить. И за один раз это все не успеваешь вспомнить. Продолжение следует... Продолжение следует...